Сура 70. Ступени. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Попросил один просящий, один многобожник, о постигающем наказании, чтобы оно пало на него и на его народ. Зачем ему просить наказание, когда оно все равно падет на неверных в день суда, и для которого уже не будет отклоняющего от Аллаха, обладателя ступеней, величия и славы. Никто не сможет предотвратить наказание, когда Аллах уже решил его. Восходят ангелы и дух, ангел Джибриил, к нему, к Аллаху, за один день, величина которого равна по меркам этой жизни 50 тысячам лет. А для верующего протяженность этого дня покажется всего лишь как одна молитва. «Терпи же, о посланник, прекрасным терпением, издевки и насмешки многобожников. Прекрасное терпение – это терпение без жалобы кому-либо, кроме Аллаха. Ведь поистине они, неверующие, видят его, наказание, далеким, как будто оно не случится. А мы видим его, наказание, близким, что оно произойдет скоро и непременно. В тот день, когда небо станет подобно расплавленному металлу, когда наступит день суда и пойдет наказание на неверующих, и будут горы, как шерсть, рассыпятся и превратятся в пыль. И даже не спросит близкий, родственник, близкого, так как каждый будет занят своими делами. Хотя и будут они друг другу показаны, увидят и узнают один другого, но убегут друг от друга. Пожелает бунтарь, неверующий, откупиться от наказания того дня своими сынами, и подругой своей, женой, и братом, и родом своим, родственниками, который укрывает его, и всеми, кто на земле, людьми и другими творениями, лишь бы только был он спасен от вечного адского наказания. Так нет же! В день суда неверующему не поможет искупление, так как оно невозможно. Поистине, ведь это ад, пламя, которое сдирает кожу с головы, и которое зовет к себе тех, кто в земной жизни повернулся спиной к истине и отвернулся от повиновения Аллаху, и кто собирал имущество и копил его, не отдавая долю, которую Аллах обязал ему выплачивать. Поистине, человек создан колеблющимся. Когда касается его зло, беда, нетерпеливым, а когда касается его добро, дается богатство, скупым. И такими являются все, кроме молящихся, которые в своей молитве постоянно, постоянно совершают обязательные молитвы, и в их имуществах была доля, обязательная и добровольная милостыня, для просящего, нуждающегося и открыто просящего у людей, и лишенного, нуждающегося, но не просящего, и тех, которые веруют в день суда, и эта вера отражается на их словах и делах. И тех, которые страшатся наказания своего Господа, боятся оставлять свои обязанности перед Аллахом и совершать запрещенное им. Ведь поистине наказание их Господа безопасно. И тех, которые охраняют органы свои, от всего недозволенного, от прелюбодеяния и не оголяют части своих тел, запретные к показу чужим, кроме как от жен своих и тех, которыми овладели десницы их, наложниц, поистине же они вне упрека, если имеют близость со своими женами и наложницами, так как Аллах дозволил это. А кто же устремится за пределы этого, будет искать близости вне дозволенного Аллахом, то такие уже являются преступниками, теми, которые нарушают границы дозволенного и запретного, установленные Аллахом. И тех, которые берут доверенное им и исполняют свои договоры. И тех, которые стойки в своих свидетельствах, не скрывают свидетельств. И тех, которые берегут свои молитвы, исполняют вовремя и надлежащим образом. Такие будут почтены в садах рая. Что же побуждает тех, которые стали неверующими, бегать, суетиться перед тобой, о пророк, и собираться справа и слева от тебя толпами? И разве желает и надеется каждый человек из них неверных быть введенным в райский сад вечной благодати, где постоянны удовольствия и счастье? Но нет же, не будет так, как они хотят. Ведь мы создали их из того, про что они знают. Из ничтожной капли жидкости, как и других. Но они не уверовали, и поэтому они никогда не войдут в рай. Но нет же, совсем не так, как представляют себе неверующие, думая, что после смерти не будет воскрешения. Я, Аллах, клянусь Господом мест восходов и заходов, самим собой, что мы однозначно можем в состоянии заменить этих многобожников лучшими, чем они, уничтожить их и привести тех, кто более покорен Аллаху, и нас не опередить в этом. Никто не сможет воспрепятствовать Аллаху в этом, и никто из многобожников не сможет избежать его наказания. Поэтому разве мы не сможем воскресить их в День Суда? На протяжении года солнце каждый день восходит и заходит в отличных от предыдущего дня местах. Оставь же, о посланник их, этих неверующих, погружаться в своих ложных доводах и забавляться в этом мире, пока они не встретят свой день, День Суда, который им обещан, тот день, когда они будут выходить из могил и отправляться на место всеобщего сбора так поспешно, как они в земной жизни устремлялись к идолам, чтобы просить у них помощи. С поникшими от страха взорами постигло их сильное унижение от наказания Аллаха. Это будет тот день, который был им обещан в земной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok